Привет, друзья! Сейчас я вам быстро покажу и расскажу, как не надо делать домашние задания, как не надо готовиться к митингам 12 июня. Значит, смотрите, мне в ВКонтакте пришло вот такое сообщение, как вы видите, вчера, вот поздно вечером. Значит, ля-ля-ля-ля-ля, вот митинг Навального там в городе Орел готовился, и вот, получается, отказали якобы там в, в общем, администрации там не согласовано проведение митинга. Там отказали, заявку возвернули, все это вы вот здесь внимательно можете прочитать. Итак, ребят, заявка, вот она, заявка на пикет. Значит, можете посмеяться здесь с адреса, вот координаты, пожалуйста, указаны точно, солнечная система. Я бы на самом деле отказал бы за то, что не указано галактика Млечный Путь, а то непонятно в какой галактике. В общем, это вот так вот подаются заявления о пикетах в поддержку Навального. Не знаю, какие люди их подают, но, в общем-то, даже по поводу этого ничего не было сказано. Вот здесь можете прочитать. Значит, дальше у нас написано, что администрация города отвечает. Вот у нас ответ администрации. Ля-ля-ля-ля-ля. Уведомления о проведении поданы в нарушение федерального закона о собраниях-митингах, так как не указано намерение использовать звукоусиливающих технических средств. И здесь указано, где конкретно статья 7, часть 3, пункт 6. Давайте посмотрим. Статья 7, получается, вот у нас, получается, смотрите, вот здесь написано в уведомлении, уведомлении указываются, указываются. И вот в 6 пункте написано, ля-ля-ля-ля, организация медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства. Хорошо. Дальше что у нас? Вот здесь указывается, в статье 2, пункт 6, пожалуйста, вот этого федерального закона написано, что звукоусилители нельзя использовать. Это, чтобы вы понимали, этот же самый закон, и здесь, ну, то есть, да, вот этот же самый закон, другая статья. Здесь написано, вот, пикетирование, форма выражения мнений, без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств. То есть, чтобы вы понимали, это один такой закон, где написано, что пикет, это без звукоусиления. И вот здесь написано, что когда ты подаешь заявку, нужно указать намерение твое использовать звукоусиливающие средства. То есть, перевожу на русский язык. Нужно указать, что вот мы читали там вторую статью, что это без звукоусиления, и мы указываем, что мы не намереваемся использовать звукоусиливающие технические средства. Ну, поняли? То есть, там указано, что нельзя, и здесь указано, что в форме обязательно нужно сказать об этом, что мы не будем. Иначе, если не указано, то как ее одобрить? Вдруг вы будете использовать звукоусиливающие средства? Вы не указали, мы одобрили, получается какой-то конфуз, что-то непонятное. Хорошо, что у нас дальше? Пожалуйста, суд, заявление в суд, типа ай-яй-яй, как это так, нас обидели, административное исковое заявление, что ля-ля-ля-ля-ля, мной было получено письмо, в письме указано, что там рассмотрены администрации, о результатах рассмотрения я проинформирован не был, да как же не был, если, ну, тут, получается, в письме сказано, что уведомление как бы подано в нарушение, ну, а, что здесь не написано, что в итоге мы отказываем, ну, и за это в суд подано, ну, допустим, а что хотят от суда, чтобы он что сделал, все равно же в нарушение подано, и здесь написано ля-ля-ля, в письме указано, т.д. И вот написано, таким образом, фактически, администрация города Орла предложила нам использовать в ходе запланированных пикетов звукоусиливающие технические средства. Ребят, вот это чисто мнение автора написано, вы ж поняли, это ж не закон, не статья, не мне прислали письмо, а вот это фактически, то есть это исковое заявление, где суду навязывается наперед какое-то мнение. Вообще-то это суд решает, что там администрация города предложила, не предложила, а здесь типа так, гражданин судья, я за вас решил, фактически администрация города предложила нам. Нет, администрация не предложила. Итог этого какой? Ну, то есть, вот, решение суда, пожалуйста. Что тут? Значит, оставить без удовлетворения. А что, собственно, вообще хотели, чтобы им разрешили с тем заявлением проводить пикет, но оно было подано в нарушение формы закона. Значит, ребят, объясняю, как это происходит у людей. Люди как-то справляются с организацией пикетов. Они как-то справляются. Представляете, во всех городах, во всех администрациях на них действует вот этот федеральный закон. Вот этот федеральный закон, вот этот, видите, он на всех действует одинаково. И во всех городах нормально получается проводить, а в некоторых городах люди настолько тупые, что вот тупо вообще не могут вот этого понять. Ну, укажите же вы по форме. То есть, ребята, объясняю, берется вот это заявление, указывается вот здесь галактика Млечный Путь, обязательно. Без этого я бы не принял. И вот здесь пишется, во время пикета будут использоваться ля-ля-ля-ля-ля, во время пикета не будет использоваться звукоусиливающее оборудование. И все. И вот это вот вы никогда не увидите, все удовлетворено и все можно проводить. Вместо того, чтобы вот здесь дописать одну строчку, что звукоусиливающее оборудование не будет использоваться в соответствии с вот этим требованием вот этого закона. Вместо этого пишется какая-то херня, пишутся вот такие исковые заявления, где суду наперед пытаются навязать какое-то мнение, и судья должна была закатить глаза к потолку, ну и, собственно, дать вот такой ответ, что иди ты, собственно, оставить без удовлетворения. Надеюсь, вы поняли. Ребят, я не против никаких пикетов 12 июня. Пожалуйста, пикетируйте, митингуйте, и я против коррупции, и против дворцов, и все такое. Но, ребята, выучите хотя бы уроки. Одну строчку добавьте. Зачем? Какие суды? Все равно не удовлетворят и не удовлетворяют, понимаете? Вот. Добавьте одну строчку, и все будет хорошо. И мир вам, ребята, и добра.